Здравствуйте, Юрий. Да, это действительно так. Среди настоящих бананов полицейские обнаружили фальшивые. Подробнее расскажем в нашей программе и смотрите также в этом выпуске. Арестовали обоих водителей в подмосковных Луховицах. Избрали меру пресечения участникам ДТП, в результате которого погибли трое воспитанников спортивной школы. Смертельно опасные зелья разливали в помещениях бывших коровников. Конвейер остановили в самый разгар производственного процесса. На вот этой бутылке пока нет этикеток, но на выходе должна была получиться водка очень известной марки. В Московской области закрыт подпольный спиртзавод. Какие виды алкоголя подделывали и куда поступал контрафакт? Ангарский маньяк ответит еще за 60 убийств. Михаилу Попкову, который уже отбывает пожизненный срок, предъявили новое обвинение. Пояс обмана. Есть легкое ощущение, но этого импульса недостаточно, чтобы было какое-то взаимодействие с мышцей. Продавцы миостимуляторов обещают своим клиентам идеальный пресс без тренировок. Но почему чаще всего живот остается на месте, а долгожданные кубики так и остаются мечтой лентяя? Профессиональные спортсмены и врачи раскроют секрет обмана. Выделял дополнительные площади для бизнесменов-арендаторов, предупреждал о проверках. Бывший начальник Казанского вокзала Сергей Донецкий предстал перед судом. Помогло ли признание вины избежать сурового наказания? Здравствуйте. В прямом эфире правовая программа «Вести». Дежурная часть. Студия Дмитрий Смирнов. У участников ДТП, которое унесло жизни троих детей...